МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, ну для начала вы приехали в Ярославль все-таки не как победитель битвы экстрасенсов и вообще не как экстрасенс. Все верно? Вообще не как экстрасенс. Правильно. У меня выставка картин в Ярославле, поэтому я приехал, открытую свою выставку, которая будет сегодня. Вы перестали заниматься экстрасенсорикой. Почему? Я перестал заниматься экстрасенсорикой уже два года. Знаете почему? Потому что, во-первых, в этой профессии уже многие... Это очень нехорошее слово, я хочу сказать. Работают ненастоящие экстрасенсы, которые обманывают. И, соответственно, я не хотел быть их коллегой. То есть эту профессию просто опустили, да? Вторая причина, я считаю, что экстрасенсорика – это очень тяжелый труд. Это тяжелая работа. У меня тоже есть дети, да, семья. И, соответственно, я, когда пришел домой, вообще без никаких сил, я решил этим не заниматься, потому что я ничего не успевал. И еще то, что это самая неблагодарная работа. Поможешь, все. А не поможешь, говорят, экстрасенс виноват. Врет. Врет или шаллатан, или что-то. А я телемедицинское образование получил не для того, чтобы однажды меня называли шаллатан. Ну, давайте расскажем, что вы закончили в Москве медицинскую академию. Стали врачом общей практики. Работали по специальности? Несколько месяцев, да. Дальше вы стали стоматологом. Вы учились на стоматолога. Лечили зубы людям. Шесть месяцев, да. Потом вы получили образование психолога. Да. Скажите, ну, все равно люди воспринимают вас, да, благодаря битве экстрасенсов, все-таки, как экстрасенсы. А вы как сейчас с ними работаете, общаетесь? Все равно ведь, наверное, люди к вам подходят и приходят. Честно говоря, я хотел вообще поблагодарить канал ТЕНТИ за этот программ «Битва экстрасенсов». Потому что благодаря этого канала я стал самым богатым человеком. У меня около двух миллионов друзей. О. Да. Поэтому, а то, что сказать, сейчас чем я занимаюсь, я экстрасенсорикой не занимаюсь. Я не принимаю как экстрасенс. Я принимаю как психолог. Это мне позволяет и знание, и опыт. Но все равно же, наверное, про будущее спрашивают. Ну, знаете, я даю хорошие советы. Будущее каждого человека сначала зависит от него. Да, он какой есть, какие деяния, какие поступки, какой сил вообще перед его жизни, о чем он думает. Я даю правильный совет, человек начинает правильно шагать по жизни, и все становится хорошо. Потому что он начинает верить в себя, в первую очередь. То есть каждый кузнец своего будущего и счастья. Да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. А вот скажите, пожалуйста, моя дочь, сможет ли мне детей или нет? Так вот. Что вы можете сказать? Хорошо. Видите, воспринимает вас. Я простите, что, может быть, плохо я отвечать буду сейчас. Если вы звонили однажды в программу, и кто-то сидел, неважно, как себя называют, астролог, экстрасенс, кальдун, если на такой вопрос вам отвечал, значит, это был чистый шалатан. Никогда невозможно отвечать на такие вопросы просто по телефону. Для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно личные вещи, нужна фотография, нужно самого человека. И сначала нужно смотреть, почувствовать. А на такие вопросы, извините, я не могу отвечать. И никто вам не может правильно отвечать. Скажите, обижаетесь, когда не верят? И приходилось ли в жизни доказывать, что все-таки у вас есть какой-то дар? Ну, помимо битвы экстрасенсов, да, все скажут монтаж, телевидение. Знаете, я думаю, что у меня столько друзей, которые смогли меня поддержать и говорить хорошее слово, мой адрес. А по поводу доказательства невозможно доказать несколько миллиардов человек на земле, что у тебя есть способность. Но я отправил на битву своего ученика, господин Мухсель Нурзи, который выиграл десятую битву. Это мой ученик. А то, что сам, сейчас я этим не занимаюсь. Скажите, вы верующий человек? Конечно. И как вот ваш дар, вы объясняете вкупе вот с верой в Бога? Знаете, я верю в Бога. И, соответственно, я считаю, это дар Божий вообще, то, что я могу, то, что я умею. И знаете, когда я был маленький, задавал себе эти вопросы. Откуда, допустим, я чувствую, что сестра завтра в экзамене получит такой, какой акцент. То есть вы знали, что она получит? И почувствовал. И с 7 лет, я помню, я видел какие-то видения, которые я должен быть, допустим, предупреждать соседям, родственникам и сказать что-то. Это я, может быть, не хотел, но это было естественно, так со мной. И если это не было ему угодно, у меня таких способностей не было. Я достаточно верующий человек. Родители поддержали вас, поняли, что вы необычный ребенок. Да, они это знали, особенно моя мама, Царство Небесное. И это знали, почувствовали, видали. И поэтому запретили всем гостям, мне дотраковать, да мне дотраковать, обнимать или что-то. Еще один звонок, здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Я рада видеть Мады на Ярославской земле. Спасибо, что приехали. Скажите, пожалуйста, а можно вас увидеть завтра на вашей выставке, встретиться с вами? Знаете, если говорить честно, сказать честно, сегодня выставка. То есть один раз вы показали сегодня, да, ярославцам? Ну, один раз, но я просил даже сегодня, чтобы завтра тоже будет для желающих открытая выставка, чтобы смогли смотреть. Наверняка, да. Увидимся с вами. Ну, раз телезритель нас перевел, вы художник. Вы давно художник? Я рисую картину. Ну, пишите, правильно так говорите. Да. Вы давно этим занимаетесь? Хорошо. И вы вышли, да, в выставочную деятельность идете, то есть вы решили показать это миру. Три года назад я, когда была встреча с друзьями, я сказал фразу, возьми в руки кисть, потом скажи, не умею рисовать. Они сказали, что ты, значит, ты берешь кисть и будешь рисовать картину? Пришлось так сказать. И после этого я стал как-то художником. Но мой стиль, как я рисую, техника, да, которую я использую, он не похож на других. Я даже честно говорил перед камерой, не стесняясь, я даже не знаю, как правильно смешать краску. Критику слышите? Другие художники критикуют? Ну, знаете, я считаю, что каждое творение искусства, если человек вкладывает душу, это уже хорошо. Поэтому я постараюсь, чтобы мои картины были живы, как я сказал, чтобы были с душой. Почему для себя, в первую очередь? И дарили радость, улыбки. И вот, знаете, когда я смотрю от людей, им хорошо, им приятно. И, значит, мне удалось. Может быть, да, я художник. Также вы пишете книги. Да. Сколько у вас вышло книг и о чем эта литература? Да. Уже есть третья книга, которая вышла несколько месяцев назад. Ну, они автобиографические, автобиография. И, конечно, сказки мои, которые я сам сочиняю, мои стихи, которые я сам их пишу. То есть сказки для детей? Не-не-не-не. Это потом, я скажу, вы правильно угадали. И это три книги, которые... А последняя книга, которая вышла недавно, да? Это связано с с моим общением, с первым день битвы, до сегодняшнего дня. Это общение с друзьями. А у нас, у меня скоро, ну, через два месяца, выходит четвертая книга. Это уже действительно для детей маленьких. Своим детям будете читать? Конечно. Они такие добрые сказки. Я сегодня одну рассказал, могу вам тоже рассказать. Скажите, вы достаточно хорошо говорите по-русски. И книги ваши тоже на русском языке? Кто-то вам помогает формировать фразы? Ну, и смотрите, знаете, говорят, если хочет человек нормально и отлично говорить на русском языке, даже родиться и здесь. Допустим, мой сын, по-моему, лучше, чем я говорю. Ему пять с половиной, но уже лучше говорит. То, что я... Это мои мысли. Ну, конечно, есть редактор. Без этого никак. Есть редактор, который помогает. А мысли мои, да. Это коммерческая деятельность или вы для себя это делаете? Какой может быть коммерческая деятельность? Книга. Когда ты это, допустим, через издательство сделаешь, тиражи выпускаешь, из книги получаешь восемь рублей. Сколько надо продавать. Поэтому это для души. Для души вы и поете, как я понимаю. А, тоже пою. Вот этот диск. Ну, покажите его зрителям. Пожалуйста. С вашим портретом. Это мой... Первый диск, да, как я понимаю? Да, сольный альбом, первый диск, который четыре года труда. Это свои стихи, песни, которые я написал, соответственно, музыка и темы какие. Про маму, про отца, отец, крик души, судьба, земля. Это то, что земля вообще-то самая главная, очень хорошая песня. Пожалуйста, слушайте эту песню, земля. Он есть... Не надо диск купить. Эта песня есть в интернете, можно качать, слушать. Потому что сейчас очень необходима наша земля, любовь настоящая, ей нужна любви. Поэтому эту песню, пожалуйста, слушайте, бесплатно можно качать и слушать. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я очень рада, что он, ну, Миктин, находится у нас в студии, у нас в Ярославле. Сейчас очень многие люди обеспокоены концом света. Вот для вас, например, для меня, это как бы такой вопрос, знаете, ну, просто вопрос, да? Вот, пожалуйста, скажите с экрана, как психолог, вот убедите людей, что это все ерунда, что этого быть не может. Ну, вот скажите это. Действительно, 21 декабря все ждут конца света. Ну, не все. Вы знаете, многие ждут, потому что, когда человек хочет свое время тратить пустую, ищет что-то новое, да? А дернолин всем нужно. И многие любят, чтобы быть обманутым. И многие люди, которые умеют деньги сделать с помощью фильма, с помощью каких-то сайтов, роликов. Бункеры строят и продают. Ну, конечно, бункеры продают, правильно. А я хотела сказать всем друзьям, кто сейчас меня слушает, нету, нет. Никогда не будет такого понятия, как конца света, чтобы исчезла человеческая, да, человек? Никогда этого не будет, потому что есть логкое объяснение. Я не думаю, что Господь нас создал, нас всех создал для того, чтобы Вадим всех убить. Это просто смешно. Что же хотели сказать майя? Да, цивилизация майя. Изделили какой-то календарь свой. И, знаете, просто забыли его довести до конца. А зачем им знать уже пять тысяч, шесть тысяч лет в будущем? Устали это смотреть. Просто пристали этим заниматься. А есть люди, которые хитрые, вот этот, видели календарь и начинали деньги большие заработать. Вот и сделают американские фильмы, допустим, Армагеддон, да, вот конец света. Это очень для бизнесманов хорошая тема. Но после них, после этого дата, начинается новая эпоха. Все будут думать о предсказании цивилизации шумеров. Эта тема будет продолжаться. Потому что все интересуются и знают будущее, но никто не хочет осознать свои ошибки в сегодняшний день. Как можно жить красиво, если я, вы, все остальные стали врагами земли. Земля одна и миллион, миллиарды врагов. Давайте, пожалуйста, любите свою землю, любите друг друга, верите сердцем Бога. Так что все будет хорошо и будем жить в раю. А тема конца света, это одна сторона. А другая сторона, простите, я это говорю, но уже идет отсчет. Уже давно идет. Мы разрушаем все. И земля, как живая экосистема, нам хоть как-то иногда показывает, что умеет отомстить. Наводнения, активизируются вулканы и какие-то непонятные болезни. Но это все мало. Мы дальше начинаем разрушать все, живое и неживое на земле. Но, конечно, если мы не любим, если мы игнорируем землю, которая практически дала нам все, это неправильно. То есть мы сами куем конец света? Конечно, мы ускоряем этот процесс. А то, что говорят, что, допустим, будет падение какой-то, метеорит или наводнение вообще, это такого не будет. После 21 декабря наступит 22. После этого дата я точно приеду к вам в следующий раз, когда изделим висставку, увидимся и об этом поговорим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В прошлом году наш город пережил страшную трагедию. Мы потеряли в авиакатастрофе любимую команду, хоккейную команду «Локомотив». Вот что там произошло, это до сих пор остается загадкой. Вот мы бы хотели, чтобы вы нам раскрыли эту тайну, потому что мы очень любили этих ребят. И мы, и родственники, наверное, заслуживаем знать правду. Вы слышали об этой трагедии? Да. Отвечайте, как считаете нужным. Знаете, я свое личное горе-соболезвение. И это действительно горка, это очень больно потерять близких, особенно таких ярких чемпионов, таких здоровых людей. Но вы сказали, мы их потеряли, но их память всегда с вами. Пока о человеке думают, значит, они живы. Вечная им память. А то, чтобы по телевидению сказать что-то, это неправильно. Я это не буду. Извините. Спасибо. Можно тогда уж, вы так немножко затронули глобально мир в целом. Вы родились в Иране. Вы сейчас следите за событиями на Ближнем Востоке? Что там происходит? И вот ваши мысли по этому поводу? За политическими событиями, безусловно, в соседних государствах и в вашей стране? Ну, понятно. Знаете, я никогда не дотрагивал вот тем политикам, потому что это не хорошее, не чистое дело. А то, что происходит, это по заказу некоторых стран. Вы боитесь за свою родину, скажем, вот так вот? Ближний Восток, если действует... Я люблю свою родину. А вторая родина у меня, Россия. Если вы имеете в виду Иран, мне очень жалко. Иран – это страна, которая каждый метр имеет историю. И история, которая связана с несколькими тысячами лет назад. Это начало цивилизации. Это страна, которая подарила миру однажды все то, что у нас сегодня есть. Такую страну трогать нельзя. Это святое. Я это просто хотел сказать. Потому что темы такие, как шелковый путь, футмонеты, золото, музыка, вообще мелодия. Танцы, канализация, стипенды. Тогда придумали. Несколько тысяч лет назад. Поэтому мне жалко, что так происходит. Если бы Ирану дали полную свободу действия, Иран был бы одной из мощнейших стран. Вообще не только в Азии. Потому что Иран, если слово чего-то сказать, да, для себя. Они вообще девятая сторона по миру нанотехнологии. Несмотря на то, что уже несколько лет идет эмбарго против Ирана. Значит, эта сторона сильная. Боритесь. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Уважаемый Мигдей, хотела задать вам два вопроса. Во-первых, когда или как можно к вам попасть на консультацию как к психологу? Психологу вы сказали, что можно побеседовать. И еще хотела узнать, как вам наш Ярославль понравился? Успели ли вы посетить какие-то интересные наши места? Знаете, по поводу Ярославля, наверняка завтра решили смотреть город. Ну, честно говоря, чуть холодно. Но ничего. Потому что в компании хорошие друзья и люди, которые окружают, тепло. А по поводу того, что хотели прием, спасибо, что сказали как к психологу. Большое спасибо. Потому что я не могу и стесняюсь себя называть экстрасенсом. И как к психологу, пожалуйста, можете обращаться. Есть сайт. Можно сказать? Ну, конечно. Найти в интернете, я думаю, сейчас не проблема никого. Ну, да, мой сайт можете написать. Мехди, Абрагим и Вафа. По-русски даже написать. Но, знаете, есть 250 сайтов, которые не мои. Поэтому, чтобы не ошибаться, там по-английски надо набирать mehdeland.ru. Это и есть мой единственный официальный сайт. Мы встречаемся с вами накануне Нового года. Не могу не спросить. Стоит ли загадывать желание в новогоднюю ночь? И как это делать? Правильно. Конечно, Новый год, знаете, это когда миллионы людей, да, все мечтают. У всех есть свои желания. Поэтому есть большой поток энергии. Соответственно, это все же определенное время загадать эти желания. Поэтому, да, это очень хорошо. Вместе, совместно загадать желания. Короче, конечно, у каждого есть свое желание. Но я прошу своих друзей, пожалуйста, еще одно загадайте желание. Мир в мир. Чтобы всегда у всех все было хорошо. Чтобы все были счастливы. И, соответственно, как можно загадать желание. Это я уже по интернету сказал однажды. И еще раз скажу. Вот передо мной стакан воды. Это практически источник жизни. И вода имеет память. Соответственно, нужно правильно зарядить. Дать информацию. И можно столько же воды наливать, держать левой рукой. И искренне, от всей души, ну, конечно, молитву прочитать. Потом рассказать о своих желаниях. После этого выпить воду. В воду, а не шампанское. Выпить воду. И шампанское, ну, знаете, ну, можно хоть до шампанска чуть-чуть пить воду, потом шампанское. Поэтому очень важно правильно загадать желание. И я желаю действительно всем счастья. Чтобы так были счастливы. Чтобы не жадно начали поделиться с другими. Мехди Ибрагим Ивафа, победитель проекта «Битвы экстрасенсов». Врач, психолог, художник, писатель и певец наш гость сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова